Всем привет! Вам отлично зашел ролик про 5 идей для интересной карьеры. Многие в комментариях требовали продолжения, и мы конечно же не могли вас оставить без второй части. Жми на лайк, если рад тому, что она вышла. И расскажи в комментариях, какую карьеру сейчас играешь ты. Итак, идея первая. Ньюкасл Чемпик. Все вы в курсе ситуации с Ньюкаслом, который нежданно-негаданно становится богатейшим клубом мира. Сделка с принцем Саудовской Аравии еще официально не завершена, но все на мази. С FIFA 20 же вам никто не помешает покуражиться в Ньюкасле уже здесь и сейчас. Для полного реализма этой карьеры нужно будет отыграть первый сезон стандартным составом сорок. В зимнее окно можно будет сделать задел на будущее и подписать топчиков с завершающимися контрактами. А вот уже на старте второго сезона можно смело продавать большинство парней, которые в будущем не понадобятся в вашем новом топ-клубе. Трансферными приоритетами на первых парах могут стать звезды первой величины, переживающие не лучшие времена. Например, те же Коутинью и Гризман, которые входят в шорт-листы будущих владельцев клуба. В общем, Ньюкасл это тот вариант, когда вы можете собрать в своей команде всех топчиков и это не будет выглядеть нереалистично. Идея вторая – первый чемпион. Кто-то об этом давно забыл, кто-то и вовсе не знал, но титул первого чемпиона в истории АПЛ принадлежит Блэкберн Роверс. Тогда главной ударной силой команды была пара форвардов Алан Ширер Крис Саттон. Первый забил 34 гола, второй 15. Можно попробовать вернуть Блэкберну чемпионский титул. Для этого нужно будет сначала поднять клуб из чемпионшипа, а потом на старте сезона АПЛ сформировать там ударную связку форвардов. В принципе, в команде по умолчанию есть два крутых нападающих. Это Бен Бреретон и Адам Армстронг. Можно и в АПЛ сохранить в основе кого-то из них. Для воссоздания классической атмосферы чемпионского Блэкберна играйте в этой карьере исключительно по схеме 4-4-2. Ну и при покупке новичков делайте ставку не на пижонов и технарей, а на настоящих работяг и пахарей. Именно такие парни привели Блэкберн Далглиша к чемпионству в 95-м году. Идея номер 3 – круче Златана. Надеемся, Ибра не смотрит наш канал и никто не передаст ему эту дерзкую идею. Но вот как можно поступить. Начните карьерку в МЛС за Гэлакси. И в первое же трансферное окно подпишите какого-нибудь топового форварда ветерана. Например, Кавани, Суареса или Агуэро. Ну в общем, вы поняли направление. И вот перед вашим новым лидером будет стоять задача переплюнуть Златана. Швед, во-первых, не становился чемпионом МЛС. А во-вторых, он забил за Гэлакси 53 гола за два своих сезона. Попробуйте превзойти его бомбардирские достижения и возьмите титул. Кстати, в ЛА на закате карьеры играли Бекхэм и Джерард. Так что в пару к звездному форварду можно смело прикупить и какую-нибудь английскую звезду в возрасте. Четвертая идея – новые дьяволы. Клуб из четвертой по силе лиги Англии Солфорд-Сити принадлежит легендам МЮ. Его основными акционерами являются выпускники легендарного класса 92 – братья Невиллы, Бекхэмс, Коулс, Гикс и Никки Батт. За пять лет команда поднялась на четыре дивизиона. Почему бы не продолжить их подъем и не сделать их в итоге круче, чем МЮ, воспитавший владельцев Солфорда? Трансферную политику здесь можно вести такую. Для начала скупаете нескольких юных талантов из МЮ и делаете их лидерами клуба. Также можно сделать ставку на юниоров из других топ-клубов. Параллельно подключайте к основе лучших игроков, которых воспитывает вам молодежная школа. К моменту выхода в АПЛ эта банда вырастет до серьезных рейтингов и сможет бросить вызов красным дьяволам. Клуб, принадлежащий воспитанникам МЮ, в котором на поле тащат воспитанники МЮ, и при этом он обходит МЮ в таблице – отличный пример истории, в которой ученик превосходит учителя. Идея пятая – верность традициям. Атлетик Бильбао – уникальный клуб. Его трансферная модель выглядит дикой в современном футбольном строе. Но это же очень круто, что в самобытном клубе остаются верными многолетним традициям, и при этом умудряются оставаться в элите Ла Лиги и быть там на хорошем счету. Любителям фееричных трансферов в Бильбао будет скучно, но в карьере за атлетик есть свой шарм. В клубе играют только баски. Кто относится к этому критерию? Это испанцы, родившиеся в стране басков, а также иностранцы с баскскими корнями. К таковым, например, относится француз Эмирик Ляпорт и легенда нынешнего Атлетика и Ньяки Уильямс. Здесь большая ставка должна делаться на испанцев, которых вам подкинет молодежная школа. Можно также вернуть в родной клуб басков, уехавших в Европу. Например, это тот же Ляпорт, Андер Эрера, Хави Мартинес, Фернандо Лоренте, Кепа и другие. А на сегодня все. Пиши в комментариях, какая из идей тебе понравилась больше всего. Подписывайся на Кибербол и будешь первым узнавать о выходе наших свежих видео. До связи!